Мясо олениное в новом воплощении. Наринмарские мясопродукты не перестают удивлять жителей региона. Несмотря на нехватку сырья, производитель продолжает пополнять ряд изделий северного оленя новыми наименованиями. Ирина Цепетова об увеличении ассортимента. На суд покупателей производитель представил сыровяленую колбасу из оленины. По словам работников мясокомбината, по вкусу она нисколько не уступает сырокопченой колбасе. С консервной линии на прилавки магазинов поступили каши с мясом оленя. Жители региона уже попробовали на вкус рисовую и гречневую. Через некоторое время в продажу поступит и перловка с мясом. Судя по заявкам, новый вид консервов пользуется спросом. В смену работники комбината выпускают по 600 банок с кашей и более полутора тысяч банок с тушенкой. Объемы каши могли быть и больше, но, по словам Владимира Коваленко, консервная линия с большой долей ручного труда слишком устарела. А на количество банок с тушенкой напрямую влияет нехватка сырья. Мы вынуждены немножко сократить выпуск продукции из оленины, потому что в этом году закуплено меньше сырья, чем нам нужно. Меньше сырья, поэтому некоторые виды из оленины у нас пошел сдвиг. Мы их замещаем продукцией больше из говядины. В первую очередь на нехватку оленины повлиял падеж на Колгуеве, вследствие чего мясопродукты недосчитали 130 тонн мяса. Подвели и другие хозяйства. В течение месяца на предприятии соберут и установят закупленную недавно фаршемешалку и универсальную линию упаковки. Основная работа действительно по модернизации линий, самих аппаратов современных, она будет происходить в середине и в третьем квартале 2015 года. Так концу лета на предприятии ожидают модернизации пельменного цеха. Переоборудование линий изготовления и заморозки мучных полуфабрикатов позволит увеличить их ассортимент и, конечно, объем, благо спрос на них в округе большой. Ирина Цепетова, Любовь Примякова, Роман Делимарский, Телеканал Север.